На неделе президенты России Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений, подчеркнув, что за последние десятилетия страны сделали многое для развития отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении. В частности, они отметили, что за 30 лет России Азербайджан удалось вывести уровень связей от двустороннего партнерства до союзнического взаимодействия, что стало началом нового этапа взаимоотношений. За прошедшие десятки лет нам удалось многое сделать для развития российско-азербайджанских связей, которые основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Отмечается расширение конструктивного политического диалога, идет плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Путь к союзничеству не был прост, как может показаться на первый взгляд. Первые годы после восстановления независимости для Азербайджана были сложными, в том числе и в вопросе налаживания отношений с Россией. Благодаря мудрой и дружественной политике к России президента Азербайджана Гейдара Алиева, в 1997 году Москва и Баку подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, который стал прочным фундаментом сотрудничества двух стран. После этого взаимоотношения стран только улучшались, сотрудничество доросло до стратегического партнерства. В 2008 году Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали новую декларацию о дружбе и стратегическом партнерстве. После этого спустя 14 лет лидеры двух стран на уровне документа подтвердили, что страны доросли до союзнических отношений. В этом году страны подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Этот важный документ зафиксировал качественно новый, самый высокий уровень, на который вышли отношения между нашими государствами за 30-летний период. В сближении России и Азербайджана важную роль сыграли действия Москвы в стремлении разрешить многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном. Из трех стран сопредседателя Минской группы ОБСЕ США, Россия и Франции именно Россия сыграла самую значимую роль в регулировании конфликта. Это касается и обострения между Баку и Ереваном, которое переросло осенью 2020 года в военное столкновение и завершилось подписанием трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. И по факту положило конец многолетнему вооруженному противостоянию между Азербайджаном и Арменией. После этого Россия продолжила активное взаимодействие с Баку и Ереваном, чтобы пункты заявления выполнялись. В последние годы российско-азербайджанские контакты происходят на всех уровнях. С Азербайджаном сотрудничают практически все субъекты Российской Федерации. Президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали пять дорожных карт, в рамках которых предусмотрено снятие барьеров в торговле, развитие транспортной инфраструктуры, создание совместных наукоемких производств, использование российских технологий для повышения эффективности азербайджанской экономики, рост взаимных туристических обменов, развитие военно-технического сотрудничества. Россия является важным партнером Азербайджана и в сфере внешней торговли. Несмотря на заметное снижение показателей после распространения коронавирусной инфекции, странам удалось вновь вернуться на допандемийный уровень. В 2021 году двухсторонний товароборот составил более 3 миллиардов долларов, что на 16% больше показателей 2020 года. Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном. Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ, не входящих в Евразийский экономический союз. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Особую роль в российско-азербайджанских отношениях играют культурно-гуманитарные связи. Азербайджан отличается от многих других стран умением сохранять высокий уровень вовлеченности русского языка в жизнь народа, а также в систему образования. Сегодня десятки тысяч школьников и студентов в Азербайджане получают образование на русском языке. В 2010 году в Баку открылся филиал МГУ имени Ломоносова, а в 2015 филиал первого Московского медицинского университета имени Сеченова. Эти учебные заведения занимают лидирующие позиции в стране как по качеству образования, так и с точки зрения высокого спроса среди абитуриентов. Российско-азербайджанское сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах продолжает оставаться одним из приоритетных направлений развития двусторонних связей наших стран. Азербайджан не словом, а делом на протяжении десятилетий показывал, что он является дружественным, надежным и предсказуемым партнером. Российско-азербайджанские отношения – это пример эталонной дипломатии, умения слушать, разговаривать и договариваться. Российско-азербайджанские отношения